здравствуйте уважаемые трейдеры и инвесторы и сегодня плановый брифинг для брокера о маркет вы уже привыкли что по четвергам я демонстрирую все свои закрытые позиции открытые и рассказываю о тех идеях которые будут готовы к реализации на прошлой неделе мы отбирали с вами сделки кое что было реализовано я вам покажу на конечный результат и сегодня отберем новые варианты которые могут оказаться прибыльными и на которые я делаю свою очередь упор давайте сразу перейдем графиком и посмотрим на то что я свою очередь предлагаю на данный момент открытых позиций нет была попытка отработать доллар канадец понедельник мы с ребятами на брифинге отобрали прямо в прямом эфире мы открывали эту сделку и она мне закрылась по без убытку в остальном есть много идей по лимитникам но давайте разберем эту ситуацию чтобы вы были в курсе ситуация была какая во первых мы видели на дневке факт ложного пробоя и выхода за изначальную зону предложения то есть мы увидели что есть интерес к покупкам поэтому на часовом интервале получилось найти точку входа с непосредственной зоной стопа и после того как дневной график закрылся выше один из дней я решил что пора обезопасить позицию когда мы вышли за зону предложения в частности надеялся на изначальный импульс сразу же и решил все-таки сделать именно так если бы конечно я оставил стоп в зоне изначальной постановки то я бы остался в позиции но это все трейдинг по истории по факту позиция вышла по без убытку а так бы я закрылся конечно по тейк профиту в этой ситуации ну что ж так бывает но кто-то из ребят наверняка закрылся по тейк профиту потому что не все двигали стоп в без убыток и в данной ситуации конечно упущение евро доллар позиции которые были открыты с хая в этом месяце естественно закрыты и в остальном пока ничего нет но есть идеи по лимитным ордерам которые мы сегодня с вами рассмотрим это в частности как идеи по рынку непосредственно акции так и идеи по валютному споту индекс доллара демонстрирует на данный момент спроса скорее всего что выше определенных зон он может продолжиться поэтому если где-то есть идеи на усиление доллара их можно попробовать и они будут актуальными с евро долларом здесь ситуация очень разносторонней давайте все-таки проанализируем чтобы вы понимали о чем речь здесь есть фигура непосредственного предложения то есть идей продаж и эти продажи могут быть открыты ниже 1070 возможно ниже 1050 нужно будет следить за ситуацией если пойдет импульс то величина этого импульса на стопах здесь и здесь может быть продлена вплоть до 109 а может даже до 108 50 как изначального уровня обновления текущего тренда характер трендовый и скорее всего что предложение это наиболее вероятный сценарий но при этом открыть позицию получится только ниже 1070 или ниже 1050 на откатах можно работать но отката очень далеко и следовательно ждать 1 1270 113 это не самая лучшая затея потому что потому что это с очень ситуативно фунт доллар здесь лимитник стоит 2850 2770 сделал делать в этом случае ничего не нужно в плане корректировки если кому интересны короткие продажи то повторно можно попробовать 33 30 34 это будет иметь не такую долю вероятности снижения но тем не менее это вариант доллар иена в частности идет падение импульсная и сегодняшним днем скорее всего по азии можно будет открыть позицию если далеко не упадет здесь очень хорошая структура очень хорошая структура закругления с падением в изначальный ложный пробой то есть мы если будем закрываться ниже 109 50 если мы откроем азию сегодняшним днем допустим закрылись мы ниже 109 50 и в течение полутора двух часов азии по пяти минутки вы увидите проторговку можно будет открывать сделку на продажу просто по маркету и стоп ставить на 10-15 пунктов выше от зоны проторговки это хороший вариант либо поставить стоп за 110 и торговать ситуацию в целом да это непредсказуемый инструмент да у него сейчас нет цикличности то есть он очень размыт в плане цикла и непонятно что здесь тренд тенденция тем не менее есть ситуация ее можно пробовать отработать она неплохая доллар франк здесь мы точки зрения торговать стоит только от спроса 95 20 94 30 не раньше поэтому я оставил здесь лимитник и ничего с ним не делаю золото аналогично очень интересно среднесрочно если она упадет но даже с учетом отсутствия падения можно будет это все отработать с локальных если обнаружить зону выхода из накопления пока еще рано не говорить но будем следить за тем как развиваются события возможно что из локальных значений будут предпосылки для роста или снижения на случай роста опять же откатных зон как таковых нет на данный момент мы их не можем указать а вот для снижения мы понимаем что это 1480 1445 эту зону можно будет отрабатывать доллар рубль и в аналогии с долларом канадцем он пытается сформировать ложный пробой если быть точнее он опять входит спрос и здесь буквально наверное со следующей недели появятся идеи пока нужно наблюдать новозеландец доллар лимитный ордер советую поставить лимитный ордер может быть в двух в двух формациях это либо 6430-6320 либо то что делаю я 6390-6320 вот так доллар канадец для тех кто в длинных в принципе можно зафиксировать половину или даже всю часть это связано с тем что после подобного импульса может быть или стагнаться ли откат она не очень приятно опять же учитывая короткий стоп изначально это все дело можно закрыть даже сейчас у вас потенциал один к трем и этого вполне достаточно если вы хотите амбициозно поддержать то держите до 3240 3230 в таком случае получите громаднейший потенциал движения австралийский доллар сказать ничего не могу еврофунт упал не сделал ни ложный пробой не закрепления просто упал от уровня и мы в частности воздерживаемся на текущий момент времени от торговли газ газ падает упал зону позиционирования и от этой зоны позиционирования можно начинать искать длинные но я бы склонялся к тому что все-таки длинные есть смысл открывать в районе 177 166 ниже это интереснее медь тоже очень-очень интересно у вас она обозначена в терминале как коппер и здесь зона спроса 267 10 тире 262 267 10 262 запомните либо так как у вас на сейф диск скорее всего вообще будут численные обозначения совершенно другие просто запомните формацию дневного графика рост снижения стагнация и импульс и вот эта стагнация и верхняя зона эта точка отката от нее ставится лимитник на покупку стоп ставится ниже границы это очень хорошая идея и ее нужно попробовать у меня сейчас нет возможности торговать фьючерс поэтому я от этой идеи отойду в сторону опять же из-за издержек сейфди но в частности кто практикуется тренируется проторгуйте ее идея очень хорошая нефть для меня нефть интересно в районе 54 53 для наблюдения но мне раньше скорее всего поэтому посмотрим со стороны bitcoin bitcoin всеми любимый bitcoin можно работать пробовать зонах спроса опять же аккуратно краткосрочно никаких среднесрочных идей с моей точки зрения вообще быть не может на этом рынке в данный момент времени нет установленной цикличности рынок идет очень непонятно и можно сказать что это нисходящий тренд в целом да это можно характеризовать именно так по всем канонам тех анализа получается непосредственно такая картина поэтому если где-то шорт позиции ищите вы можете их искать вопросов нет и если вы будете находить исходя из ваших торговых стратегий в зоне 8 100 какие-то покупки пробуйте в зоне 7 300 7 100 пробуйте это не ошибка цикличность понятно это некий нисходящий тренд да и может быть обновление и если среднесрочные идеи то просто покупайте на обновлении либо продавайте на максимах на закруглениях то есть шартовая зона ланговая но практика показывает что этих анализ с криптовалютой непосредственно среднесрочном исполнении не самый интересный сценарий но краткосрочно работает все неплохо по индексу никаких предпосылок нет относительно графика естественно их не может быть потому что цикличность сложная тем не менее если кому интересны какие-то акции на коррекциях то пробуйте просто работать коррекции не надо пытаться шортить как это делают некоторые без конца и края вот они с 3000 шортят и уже 3 300 по индексу и я вот сегодня смотрел шортистов статистику тех кто были в шорте и прошлый год у них в минусе и этот год уже начался в минусе зачем так делать это не очень хорошо это профессиональные трейдеры понимаете которые управляют миллионами просто одного я зашел в портфель там 5 миллионов у него прошлый год минус 6 процентов и этот год начался с минус 14 процентов по закрытой позиции по закрытым потому что он шорта и так акции шорта и индекс он все на свете шорта это в ожидании кризиса этого делать не надо торгуйте по сценариям который дает вам рынок и вот 3 300 3 250 3 200 давайте точнее 3 250 3 200 по индексу это зона спроса поэтому ищите коррелирующие акции если вдруг падать сюда смотрите какие акции просели частности можно смотреть допустим на agile and technologies это тикер эй смотрите в зоне первично восемьдесят шесть восемьдесят три с половиной если падает глубоко отличная область 78 74 с половиной отличная дальше что касается apple наверное промолчим хотя нет давайте возьмем одну и зон зона 270 260 она неплохая и идеальная среднесрочная идеально если вдруг она будет то ее торгать нужно обязательно это 230 210 вплоть до 200 то есть это инвестиционная схема если вдруг рынок все-таки падать будет не паникуйте не шортите а просто набирайте длинных максимальное количество если падает на такие значения понимаете допустим по этой бумаге если мы возьмем падение до 230 это 30 процентов падения до 200 следовательно это 35 36 процентов падения это очень много и если вдруг падает на такие значения неважно с каких цен с текущих не стекущих через полгода через восемь месяцев это возможность которая делает людей богатыми состоятельными то есть рынок акции это очень специфический рынок и если на валюте на сырье мы можем спекулировать регулярно то с акциями я бы все-таки советовал брать их на случай коррекционных любых движений это самое вероятное это самые легкие деньги которые можно придумать в рынке в принципе но проблема в чем что нужно ждать а у нас люди ждать не умеют они хотят здесь и сейчас что касается шортовых есть некоторые бумаги которые дают потенциал на шорт допустим обви и биби в она ниже 86 шортовая вплоть до 75 поэтому краткосрочно падает ниже 86 смотрите младший таймфрейм и пробуйте шортить то есть неплохой тоже вариант который можно работать на случай коррекции и да об эйди би и тикер 309 296 295 отличный вариант можно работать так и md в в покое ставим как и активижн серым сайл форс здесь зона спроса 165 155 но я бы ее раздробил пополам потому что в данной ситуации очень большой уровень риска получается соотношение приоритетов маленькие поэтому 160 155 на случай коррекции неплохо так циска тоже оставим покой дисней очень хорошая зона спроса очень сильного плана дисней уровне работает хорошо единственное что жесткие стопы на дисне и скорее всего плохая затея но смотреть нужно по ситуации если вы без плеча работаете любые акции которые вы покупаете несут для вас небольшие сдержки поэтому берете да я имею дусь и вди 133 6 127 отличная зона спроса можно раздробить пополам вы получите тем самым вход от 130 эти 130 с половиной тире 127 отличный вариант имеющий хорошие потенциалы и всем удовлетворяющий но в принципе есть еще какие-то акции но я вам дал часть которую можно использовать формате брифинга я думаю этого достаточно если вам интересны трансляции не забывайте ставить лайк писать свои комментарии в поддержку потому что брифинги и анализ я провожу только на канале и маркет больше нигде в остальном от аналитики я полностью отказался так что поддерживайте будет интерес будут проводиться не будут и не будет интереса не будет проводиться нигде потому что честно говоря я за столько лет уже постепенно хочу отойти в общем от аналитики от этой публичной всей работы так как это сложно и это энергозатратно но для вас для публики которая хочет которая смотрит делать приятно всем спасибо всем пока